Гражданский Ил-114 рождается и на Нижегородской земле. Авиастроители завода «Сокол» собрали первые отсеки фюзеляжа. Сегодня уже готовые части погрузили на железнодорожный состав. Евгений Карпов наблюдал за отправкой. Если узлы и агрегаты для самолетов военного назначения, таких как МИГ, отправлялись железнодорожными составами с завода «Сокол», то подобные агрегаты подобных размеров здесь отправляют впервые. Финальная часть погрузка на железнодорожный состав, как спуск корабля на воду. Даже в этой рабочей сдержанности чувствуется торжественность момента. При всей кажущейся простоте погрузки поднять, переместить, установить, ответственность на каждом рабочем колоссальная. Все решают миллиметры. Я попрошу сейчас оператора показать, идет до настройка их крепежа, чтобы во время пути вот эти части никуда не сдвинулись и не повредились. По сути, рождение новейшего гражданского самолета Ил-114 – это результат труда сразу нескольких российских предприятий. Панели для финальной компоновки отсеков приходят из Ульяновска, а центральная часть, которой потом будут крепиться крылья, из Воронежа. Сложность для нижегородских авиастроителей из всех этих компонентов создать части будущего лайнера такими, чтобы они идеально подошли друг к другу при окончательной сборке воздушного судна в подмосковных Луховицах. Ответственность на нас лежит уже в два раза больше. Ну и, соответственно, стараемся мы в два раза больше, лучше. Для оборонного предприятия сборка отсеков Ил-114 – возможность диверсификации производства, когда не менее 30% продукции должно быть гражданского назначения. Для страны в целом Ил-114 – попадание в нишу среднемагистральных самолетов. Подписан график на задавление пяти самолетов, потому что пройдут окровские работы на первых самолетах. Ну а потом он может использоваться как пассажирский, транспортный, груз пассажирский. Таких самолетов их мало. Класс такого самолета необходим для нашего государства. От начала сборки частей фюзеляжа до момента погрузки прошло меньше полугода. Первые три компонента уже отправлены в Подмосковье. До конца лета остальные четыре отсека также будут готовы. Евгений Карпов, Александр Ушенин, Владимир Сиганов, Александр Коротин, Марина Иконникова. Вести при Волжье.